Всем привет! Смотрим, что находится сзади меня. Много магазинчиков. И это один из самых опасных районов Эляйна, один из самых криминальных районов Эмиратов. А все потому, что здесь живут люди, которые зарабатывают копейки. Выходцы из Багладеша, Пакистана, Афганистана. Можно так сказать, что зарплата у них меньше, чем пенсия в Украине. И ходить двум белым девочкам по этому району лучше не надо. А потому мы на район не пойдем. Мы пойдем с вами в Риммол Мол. По нашему с Наташей мнению, это самый красивый мол в Эляйне. И один из самых красивых молов в Арабских Эмиратах. Все, ставьте лайк, пошли смотреть мол. Уже в Риммоле. Смотрите, какая инфраструктура. Почему мы считаем его самым красивым? Потому что он сделан реально в арабском стиле. Очень красивый мол, очень красивые балкончики. Второй, третий этаж. Сейчас мы с вами поднимемся и посмотрим его. А вот смотрим, какие прекрасные фонарики. Какой пол интересный. Вот смотрим, это просто чудо какое-то, будто мы идем в сказки. Обычный мол, обычный мол. Мы идем по красивому полу, по дорожке с фонариками. Да, как бы такой модерн, потому что есть лесенки-чудесеньки. И такой старинный арабский стиль. Хочу такой фонарик себе домой. Балкончики. Сейчас идем посмотрим резные колонны. Тут фонарик выключили. Наверное, чтобы лучше вам его показать. Вот такой фонарик. Смотрите, деревянные, красивые, резные колонны. Сейчас попробуем приблизить. Ну и за ними мой любимый спортивный магазин. Сейчас смотрим колонны. Наводится. Смотрите, какая красота. Вот как не любить такой красивый ремонт-молл. А из-за того, что здесь ближе всего район Саная с их небогатым населением, этот молл не популярен. И вот смотрите, людей действительно очень мало здесь. Ну, с одной стороны, хорошо-то нам приходить гулять здесь. Ну, с другой стороны, наверное, у кого здесь бизнес, это не очень хорошо. Вот идем дальше по моллу. Как видим, людей мало. И можем рассмотреть его очень хорошо. Смотрим, какие люстры здесь. Это просто что-то. Наверное, сейчас поднимемся повыше и покажем вам. Лампы. Переводим свой взгляд на колонны. Красота. Вот это реально, мол, задумывался, наверное, для таких походов сюда, богатых людей, что приходили семьями. Но построен он не на том месте. Просто не на том месте. Смотрите, сколько магазинов здесь написано. Opening soon. Откроется скоро. На самом деле, это надпись я уже шестой год вижу. Шестой год. И ничего не открывается. Наоборот, к сожалению, все закрывается. А в период ковида еще больше позакрывалось. Какая резьба красивая. Смотрим, любуемся, ставим лайки. Сейчас наверх поднимемся, посмотрим, погуляем. Хорошо, как и дистанцию соблюдаем. Входим в туалет. Как обычно, показываю вам туалеты. Одна кабинка открыта, вторая закрыта. Соблюдаем дистанцию. Смотрите, какие резные здесь кабиночки. Прямо соответствует ремоумолу. И всегда в туалетах есть туалетная бумага, в рукомойничках есть мыло и полотенечки, чтобы вытереться. Всегда есть туалет для инвалидов. И всегда туалеты в Эмиратах бесплатные. Вот смотрим, рукомойнички есть тоже через один. Один можно мыть ручки, во втором нельзя. Всегда есть полотенечки. Всегда есть сушилочка. Вот для маленьких деток, чтобы не помыли. В общем, все здесь есть. Вот смотрим, как всем этим пользоваться. Просто подносим и мыло. Помылили ручки. Уже водичка есть. Все как правильно делать. Так, хорошо помыли. Нам ковид не нужен. Вот, идем сюда. Есть такое дуновение ветерка, но я не люблю это. Есть такая штучка. Намотали, намотали. О, оторвали. Все, все классно. Ручки вытерли, полотенечко всегда есть. Все всегда есть. Бумажку выкинули. Смотрим, какой мол большой, как и, в принципе, все молы в Арабских Эмиратах. Поехали, поднимемся на лесенки-чудесенки, на другой этаж. Магазинчики. Это хороший магазинчик, интернеты. Можно купить много интересных вещей и сувениров по весьма привлекательным ценам. Поехали, посмотрим на колонну. Честно, как в музее просто. Балкончики, резьба. А вот и лифт. Здесь, конечно же, тоже есть лифт, как и во всех моллах. Есть люди с маленькими детьми, с колясочками. Ну и просто ленивые люди, которые не любят подниматься даже по такой едущей лесенке. А вот-вот эти прекрасные люстры. Смотрим снова, какая резьба красивая. Как все оформлено. Магазинчики, которые, слава богу, еще не закрылись, функционируют. Вот какая у нас красота здесь. Представляете, целый ряд. Вообще здорово. Лампочка, резьба. Да, такой красивый-красивый молл в арабском стиле. И такой непопулярный. Хотя, видела я здесь несколько моих местных студентов. Своими родителями. Скупались здесь, да, ходили. Но в основном встречаю их в других моллах. Таких, как Джимми, Элень молл, Бавади молл. Вот такая вот красота. Вот мы выходим на открытое пространство. Сейчас мы познакомились с одной охранницей. Она попросила нас быть осторожными, не снимать людей. Поговорили с ней за жизнь. Хорошая такая женщина. Из Филиппин. Вот. Так что мы и не снимали людей. Мы знаем правила. Вот сейчас угадайте, что за шар такой похож на футбольный перед нами. А это Эти Салат. Эти Салат это средства связи интернета, как Киевстар и остальные. Здесь, по-моему, только два вида связи. Эти Салат и Дуа. Вот у меня Эти Салат. Мы видим стадион. И вообще всю красоту. Покажем сейчас вам. Немного-немного панорамы прекрасного города Эляйна. Вот в ту сторону, за горами, мы едем в тренировочку всегда. В тренажерный зал, который находится в отеле Рэдисон Блю Эляйн. А вот и другая часть. Вот, кстати, большая мечеть, которая недавно открылась. Но мы думаем, туда пускают только мусульман. Красота какая. Вот такой вот наш Эляйн. И сегодня мы с вами в Римол Моле. Дорогие мои подписчики, спасибо. Вас уже больше ста на моем канале. Ну, я надеюсь, вы все там добровольно. Там и оставайтесь, ставьте лайки. Сегодня мы с вами посмотрели прекрасный Римол Мол. Мы были с вами пару раз в Джиме Моле. Сегодня по стиле Римол Мол. И в Абудай мы были в Марине Мол. Пожалуйста, напишите в комментах, какой Мол вам понравился больше. До следующих встреч в других Молах Эмиратов. Продолжение следует... Продолжение следует...